Долгожданный ремонт Подрядчик объясняет это тем, что работы очень кропотливые, где-то даже ручные работы. Допустим, укладка бортового камня требует подгонки, требует работы на оживленной трассе, поэтому они не успевают и испытывают в этом сложности. По контракту подрядчик должен был начать работы 1 августа и уложиться в месяц. Сложность ситуации будто предвидели. Глава округа поручил выйти на стройплощадку раньше, но на руку это не сыграло. С 21 июня прогресс не достиг и 50%. Понимаю, что если мы сейчас будем ставить вопрос о расторжении контракта в одностороннем порядке, это тоже займет время. Юридические процедуры, они все достаточно долгие. Поэтому все-таки мы надеемся, что с участием нашим, как депутатов, с участием администрации Денцовского района, мы все-таки добьемся того, чтобы подрядчик до конца лета эти работы закончил. А конкретно обновил вдоль шоссе борт камней и тротуары. На этом первый этап ремонта завершится и на стройплощадку выйдет второй подрядчик. Обновит асфальт на проезжей части и сделает круговое движение на пересечении шоссе с улицей Пролетарской. Каждую неделю до конца августа мы будем сюда приезжать вместе с вами и будем смотреть, что сделано. Больше всего волнует местных жителей не столько срок, сколько качество работ. Но представитель заказчика уверяет, оценивать результат ремонта будут в два этапа. Не только муниципальной, но и региональной экспертизой. Придает уверенность еще и гарантия. Гарантия на борт камень дается 7 лет. Если они разрушаются в этот период, значит подрядчик бесплатно за свой счет приходит и все это дело ремонтирует. Ну а пока звенигородцы верят, что в таком виде улицу не оставят, а доведут дело до конца. Работы будут выполнены, говорят депутаты и общественники. Ситуацию будут держать на контроле. Но уложатся ли дорожники в новый срок – вопрос открытый. Олеся Лукина, Андрей Безулов, телекомпания Одинцова.